Ребята, всем привет! Итак, к вашему вниманию третья часть моих поисков идеальной пшенички из магазина в России в шаговой доступности без регистрации смс. И сегодня заодно с тем, чтобы выбрать самую лучшую пшеничку из этих вот видбиров и бланшей, которые я купил, мы сегодня с вами разберемся, отличается ли Хугарден нашего местного разлива от того самого легендарного Хугардена, сваренного в деревне Хугарден в Бельгии. А перед тем, как мы начнем, подпишитесь, пожалуйста, на канал, поставьте колокольчик, поставьте лайк, напишите комментарии. Все это очень помогает развитию канала, ну вы и сами все знаете. Короче, погнали, ребята! И значит, начать сегодняшний обзор я бы хотел с Гринберген Бланш. Гринберген варит офигенный дюбель. Вообще, это такое бельгийское пиво, которое не так давно, может, пару лет назад массово заполонило полки гипермаркетов нашей страны. Я не помню, пробовал ли я бланш. Давайте попробуем и узнаем, насколько хорош. Тоже, кстати, надо сказать, бланш витая. Кто не знает, это такое пшеничное пиво, это бельгийский стиль пшеничного пива с добавлением цедры апельсина Кюрасау или просто цедры апельсина. Также добавлением перца, всяких пряностей и в том числе кориандр, которые должны вытягивать этот вкус и давать пиву дополнительные нотки. Давайте начнем нашу дегустацию. Гринберген Бланш. Поставляется в таких вот баночках 0,33. Давайте проверим, бельгийское ли это пиво действительно. А, изготовитель Польши. Вот это пиво бельгийский Гринберген варится в Польше. Давайте затестируем. Стоит такая баночка что-то в районе 60 рублей. В ленте по акции, по-моему, и так цена где-то примерно 90 рублей в среднем. Красивое пивко, карбонизация, обильная пенка, тоже обильная, стойкая. Я уже чувствую, что в комнате витает запах апельсинчиков и кориандра. Ну да, тут не такой, кстати, сильный запах бокаля. Опять же, бокал у меня неправильный, не для этого пива. Берите бокал, чашу, тулип для такого пива, чтобы по полной прочувствовать этот вкус апельсиновый, пряный. Честно говоря... One second. В студии внезапно заработала постановочная машина. Не такой сильный запах у меня в бокале. Я думаю, что в правильном бокале этот запах был бы ярче. Тем не менее, в комнате витает вот вокруг этого бокала, скажем так, запах гораздо приятнее, чем внутри этого бокала. Давайте пробовать. Приятное, кисленькое тело. После вкуса фруктовая. Единственное, пива не хватает какой-то плотности, на мой взгляд. И, опять же, вот цедра, сколько я понимаю, киросау, это такой гибрид мандарина и апельсина, который как бы горький, но не особо. И он не такой вязкий, как обычный апельсин или мандарин какой-нибудь, из которых обычно делают настойки. То есть, вот здесь есть какая-то горечь именно от обычной цедры, сушеной, насколько я понимаю. Никакого перца, кориандра здесь практически не чувствуется, где-то есть, но на полтонах. И вот это вот получается какой-то дисбаланс. То есть, с одной стороны, ты пьешь пиво недостаточно плотное, тебя накрывает этим вот апельсиново-лимонным вкусом, но в то же время в конце ты получаешь такую не совсем приятную горчинку. То есть, она ушла куда-то не туда, как мне кажется. Я думаю, можно сделать гораздо лучше. И давайте перейдем к следующему напитку. И следом пива, которое называется Blanche de Bruxelles или Blanche de Brussels, как правильно произносить, по-английски или по-бельгийски, тем более, я не знаю. Это пиво изготовлено в Браселе Лефибр, Бельгия. Это пиво варится в Бельгии. И мне это пиво очень нравится. Какое-то время это было вообще моим любимым пивом. Я очень любил, вот, наверное, начал знакомиться с бельгийским пивом именно с этого пиваса. Как мне тогда казалось, это идеально сбалансированное, очень питкое пиво, при этом содержащее массу промокалейдосков, всяких дополнительных вкусов, которые пиво только дополняли, ни в коем случае не мешали. С тех пор прошло много времени, много было выпито разного. И я думаю, что память моих кусочков сосочков уже стерлась. И сегодня самое время ее обновить. Давайте нальем. Очень светлое пиво, очень водянистое. Мне кажется, что гораздо водянисте, чем Гримберген. Да, вот, по цвету, ну, не сказать, что гораздо, но Гримберген, оно более яркое. Это какое-то более тусклое, что ли, более водянистое, но пенка зато мощнейшая. Карбонизация чуть поменьше, чем была в Гримберген. Запах. Ну, запах вообще очень слабый, надо сказать. То есть, в моей памяти тут запах должен быть просто очень крутым. Очень, таким, не знаю, не ядерным, но очень приятным, насыщенным. Тут же запах. Я не ощущаю каких-то особенных тонов, ничего яркого, сочного, конечно. Ну, в принципе, приятненько так, только очень слабо. Давай спробовать. Вот тут тело еще более водянистое. Мне кажется, что где-то выпирает даже алкоголь. Сколько здесь, кстати, по алкоголю? Обычно не очень алкогольное, не очень спиртозное, не очень алкогольное пиво. Здесь 4,5%, ну, как для обычного лагера. Хотя такое ощущение, что где-то выпирают. Опять же, из-за недостатка, мне кажется, вот этих вот дополнительных ароматов. Но вот тут вот нет этой горечи, неприятника, как у Гримбергена. И в конце пиво просто уходит в ноль. То есть, оно очень приятно пьется. И оно просто растворяется на языке. Очень толяет жажду. Я думаю, как дополнение к еде обязательно зайдет. А в целом, ну, немножко пустовато, я бы сказал. Вот здесь вот недостаточно яркость этому пиву. Хотя и сбалансировано гораздо лучше, чем Гримберген. Давайте перейдем к Хугарденам. Так, ребята, пришла минута разобраться, отличается ли наш российский Хугарден, который стоит примерно 60-70 рублей от импортного Хугардена, произведенного в Бельгии. Именно в Хугардене, в этой деревушке. Магазины хотят за 0,33 примерно 120 рублей. Кстати, мне сказал про Бланш-то Брасселс. Он стоит примерно 170 рублей. Давайте затестируем. Я думаю, что мы, наверное, начнем все-таки с импортного пива. Я постараюсь мысленно не искать в этом пиве плюсы изначально. Не быть предвзятым, предвзято хорошим по отношению к этому импортному Хугардену. Попробую снять настолько честно, насколько смогу. Еще более тусклый цвет этого пива. Еще более тусклый. Пенка такая же стойкая. Карабинизация еще менее, мне кажется, чем была в предыдущем. Экземпляре и запаха еще меньше. Кстати, тут в запахе пробиваются какие-то, даже кажется, что солодовые тона. Чуть больше, чем ты хотел бы чувствовать в Витбирах. Где-то они тут есть. И, кстати, в запахе ничего нет, кроме солода и, может быть, небольшого лимончика. Вот такой тон, лимоновый тона здесь есть. Давайте, знаете, сделаем как? Давайте нальем Хугарден отечественного производства, так сказать. И будем постепенно сравнивать, что из них лучше. Но, опять же, это мое личное мнение. Вы можете думать абсолютно по-другому. Я просто делюсь им с вами. Хугарден российского производства, который стоит примерно 60-70 рублей. Против, ну, примерно в три раза отличается стоимость этого пива. А вот тут, кстати, солода уже не чувствуется. И тут чувствуется какой-то даже бананчик и какие-то фрукты. А вот тут такого нет. Вот тут вот солод. Ну, короче, вот если так, кстати, наш Хугарден намного более прозрачный. Не знаю, видно ли это на камеру. Но мне кажется, этот солодовый запах, он что-ли более благородный, более сбалансированный. То есть тут как будто бы нарочито бахнут этот цедр апельсина с кориандром. Тут вот такого нет. То есть тут довольно ровный запах. Походу, это пиво будет гораздо суше, менее сладким, чем вот этот экземпляр. Очень сбалансированное. Уходит в это вот, опять же, горчинку. Не совсем по мне приятно. Вообще очень похоже на гримберген. Прямо очень похоже. Давайте затестируем еще гримберген. Прямо очень похоже. Но если в гримбергене очень, опять же, нарочито добавлен этот апельсин. Обычный, как мне кажется, не какой-то кюрасау, просто сушеный апельсин. То здесь, мне кажется, этот тон, он не такой резкий. То есть как будто бы он добавляет с умом. Он добавляет телу пива, некоторой пикантности. То есть он не перебивает вкус солода, не перебивает вкус пива. Но при этом запах никакой. Приятное пиво. Очень нежное, питкое. Прямо супер. Особого вкуса, яркости вы от него не получаете. Но освежает довольно сильно. Наш Хукгарден. Ну, наш Хукгарден, прямо буйство СО2. И вот это вот сушеные цедры, как мне кажется, обычного апельсина. Давайте почитаем состав нашего Хукгардена. Мне интересно, что здесь написано. Пшеница, кориандр, кожура апельсина, яблочный пектин. Ну, это видим как стабилизатор. Хмель, хмель для продукта. Кожура апельсина. Давайте почитаем, что добавляется здесь. Если здесь по-русски написано, то, чтобы английский отчитать, не умеется. Астапа апельсивая, солото-ячменный. Пшеница, глюкозный сироп, дрожжи, хмель, специи. Семена кориандра. Кожура апельсина, тоже регулятор кислотности. Лимонная кислота. Не знаю, один тоже ли апельсин добавляет, но если в Хукгардене он добавлен как-то нарочито, так, как я повторюсь, наше производство, и он очень сильно выделяется, то в Хукгардене производство Бельгии читается совместно со всеми нотами, то есть он как будто бы прям добавляет, то есть играет в унисон с вот этими солдами, нотками самого тела пива. Давайте перейдем к итогу. Ребята, что я могу сказать? Лично для меня, лично мне, из всего представленного сегодня, из всего обозретого сегодня пива, мне понравилось больше Хукгарден, бельгийского производства. Почему? Потому что, как мне кажется, что здесь все вот эти специи, рецептура, вот сама специфика, вид биров или бланшей, она дополняет тело пива, она дополняет пиво. Она не так бьет по рецепторам, может быть, она покажется кому-то не таким ярким, но лично мне больше всего понравилось это пиво, из всего того, что я сегодня пробовал. Хотел бы отметить бланш, который тоже довольно сбалансирован. Наиболее естественным пиво в пиве кориандр и апельсин чувствуется вот в этом пиве, он на втором месте после Угарда Бельгийского. Потому что, если брать гринберген, опять же, здесь вот он бахнут просто от души. То есть, скорее всего, большинству людей, конечно, понравится эта вот яркая апельсиновая составляющая. Но лично мне кажется, что все-таки интереснее выпить такой напиток, нежели чем такой. Но это личное мнение. Хугарден, классика. На самом деле, очень неплохо. Вообще, хочу сказать, что совсем тонкая грань вот эта разница между самым дорогим пивом сегодня и самым дешевым, между самым лучшим для меня и самым обычным для всех для нас Хугарденом, который не всякий может почувствовать на самом деле. И по мне переплачивать вот эти 130 рублей, 170 рублей против 60 или 50 даже рублей по акции за Хугарден наш, вот, российский, так сказать, я смысла особо не вижу. Я не знаю, что будет с вами на утро, не могу сравнить после самого дорогого пива и самого дешевого. Но могу сказать, что для меня особой разницы, такой яркой, я для себя не почувствовал. Но могу сказать, что порадовал меня больше всего вот это. Показался мне наиболее интересным бельгийский Хугарден. Ребята, спасибо, что смотрели обзор. Ставьте лайк, пишите, какое пиво нравится вам. Пишите, может быть, про какое-то пиво, которое вы хотели бы обозреть вместе со мной, попробовать. До новых встреч. Всем пока.